Пожарный закон о пожарной безопасности Это главный документ, определяющий общие требования в этой сфере. На его основе разработаны правила противопожарного режима в Российской Федерации. Эти правила содержат общее обязательное требование пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов. Кроме того, в отношении каждого объекта его руководителям утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, учитывающие его особенности, специфику производства и другие местные условия. Весь персонал допускается к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Рассмотрим основные требования пожарной безопасности. При эксплуатации электроустановок и приборов запрещается 1. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями. 2. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 3. Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками и рассеивателями предусмотренными конструкцией. 4. Запрещается пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов предусмотренных конструкций. 5. Запрещается применять нестандартные и самодельные электронагревательные приборы. 6. Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией. 7. Запрещается размещать и складировать в электрощитовых, у электрощитов, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие и легко воспламеняющиеся вещества и материалы. 8. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал. За исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электромеханических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции. 9. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 10. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. 10. Запрещается устраивать в тамбурах выходов, сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно, инвентарь и материалы. 11. Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их. 12. Ковры и ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 13. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 14. За нарушение требований пожарной безопасности работники предприятий могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 14. Основание и порядок привлечения дисциплинарной ответственности установлены статьями 192-195 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым за совершение дисциплинарного проступка работникам работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание, замечание, выговор, увольнение. 15. Основание и порядок привлечения к административной ответственности установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 16. Статья 20.4 предусматривает значительный штраф за нарушение требований пожарной безопасности. 16. Уголовная ответственность наступает при гибели людей или причинении тяжкого вреда здоровью вследствие нарушения требований пожарной безопасности. 16. Статья 219 Уголовного кодекса. 17. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек, должен быть план эвакуации людей при пожаре, в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, места хранения первичных средств пожаротушения, 17. Установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации. 18. Для обозначения путей эвакуации и мест хранения первичных средств пожаротушения используются специальные знаки. 19. Эвакуационные знаки выполняются на зеленом фоне. 20. Знаки выход здесь размещаются над дверями или на дверях эвакуационных выходах или стенах вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. 21. Знаки направления к эвакуационному выходу размещаются на стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. Знаки направления к эвакуационному выходу по лестнице размещаются на лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. Знаки указатель выхода и указатель запасного выхода размещаются над дверями эвакуационного выхода или запасного выхода соответственно. Знаки, обозначающие места размещения первичных средств пожаротушения, выполняются на красном фоне. Знаком «Огнетушитель» обозначаются места размещения огнетушителем. Знаком «Пожарный кран» обозначается местонахождение комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. Специальным знаком обозначается место одновременного размещения нескольких средств противопожарной защиты. Такой знак указывает места подачи сигнала пожарной тревоги или ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и систем противодымной защиты. К знакам пожарной безопасности относят также. Знак «Пожароопасно, легко воспламеняющиеся вещества» используется для привлечения внимания к помещениям с легко воспламеняющимися веществами, размещается на выходных дверях, дверцах шкафов, емкостях и на тому подобном. Знак «Запрещается курить» используется, когда курение может стать причиной пожара и размещается на дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легко воспламеняющиеся вещества. Знак «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» используется, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара и размещается на входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре. Знак «Запрещается тушить водой» размещается в местах расположения электрооборудования, на складах и в других местах, где нельзя применять воду при тушении. Курение разрешено в местах, обозначенных знаками «Место для курения». Что делать, если пожар все же произошел? При обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и т.д. необходимо. Первое. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. Второе. Принять посильные меры по эвакуации и спасению людей и тушению пожара. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара. При наличии вблизи места обнаружения пожара ручного пожарного извещателя, необходимо привести его в действие. В зависимости от конструкции извещателя, с него срывается пломба или выдавливается защитное стекло, затем поворачивается рычаг на корпусе или нажимается кнопка. Оповещение о пожаре может осуществляться подачей звуковых или световых сигналов, трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. При эвакуации из здания необходимо следовать на выход к месту сбора кратчайшим путем, руководствуясь планами и схемами эвакуации. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери. Не пользуйтесь лифтами. Большую опасность при эвакуации представляет дым. При очень сильном задымлении коридоров, целесообразно закрыться в менее задымленном помещении, уплотнить двери от проникновения дыма и звать на помощь через окна. В случае, когда эвакуационный выход задымлен не на всю высоту, можно намочить какую-либо ткань и, укрыв ею нос и рот, продвигаться к выходу, прижимаясь к полу как можно ниже. При возгорании одежды на человеке немедленно облейте его водой или поварите горящего и накройте его ковром, одеялом или пальто. После выхода из здания не возвращайтесь назад. По прибытии пожарных подчиняйтесь их командам. После эвакуации необходимо оказать первую помощь пострадавшим. При небольших ожогах пораженные места охлаждают проточной водой или холодным компрессом в течение 10 минут, затем накладывают повязку. При тяжелых и обширных ожогах вызов врача обязателен. Обожженная поверхность покрывается стерильной повязкой или сухой чистой тканью. Прилипшую к ожогу одежду отрывать нельзя, при необходимости она обрезается ножницами. Поверх повязки накладывается холод. До прибытия врача пострадавшему следует давать обильное питье и обеспечить покой. При легких отравлениях вынести пострадавшего на свежий воздух, дать обильное теплое питье, обеспечить тепло и покой. При сильном отравлении возможна остановка сердца и дыхания. В этом случае приступи к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. Небольшие возгорания можно потушить первичными средствами пожаротушения. Огнетушитель – это переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. По видам применяемых огнетушащих веществ огнетушители подразделяются на порошковые, газовые, водные, пенные и комбинированные. Важной характеристикой огнетушителя является класс пожара, то есть вид горящих веществ или материалов, для тушения которых предназначен огнетушитель. Символы классов пожаров указываются на корпусе огнетушителя. Выделяют следующие классы пожаров. Пожар класса А – горение твердых веществ. Класса Б – горение жидких веществ. Класса С – горение газообразных веществ. Класс Е – горение установок и оборудования, находящихся под электрическим напряжением. Наибольшее распространение получили порошковые огнетушители ОП и углетеслотные огнетушители ОУ. Порошковые огнетушители наиболее дешевы и универсальны. Принцип работы порошковых огнетушителей основан на вытеснении огнетушащего порошка сжатым воздухом. Огнетушители ОП пригодны для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и установок под напряжением. Не следует использовать порошковые огнетушители при наличии установок и оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка, вычислительная техника, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа. Действие углетеслотных огнетушителей основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей среды негорючим веществом до прекращения реакции горения. Углетеслотные огнетушители не оставляют видимых следов после применения, поэтому часто используются в помещениях музеев, архивов и при наличии сложного оборудования. Следует учитывать сильное охлаждающее воздействие струи газа. При наличии тлеющих материалов, например бумаги, ткани, струя газа только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает тление. Это частично относится и к порошковым огнетушителям, поэтому необходимо дополнительно применять другие огнетушащие вещества. Для тушения тлеющих материалов эффективны воздушно-пенные огнетушители ОВП, но огнетушители данного типа не должны применяться при горении газов и для тушения оборудования, находящегося под электрическим напряжением. Напомним, места размещения огнетушителей помечаются соответствующими знаками. Как привести огнетушитель в действие? Первое. Снять пломбу и выдернуть чеку. Второе. Направить раструб на очаг возгорания. Третье. Нажать рычаг до упора. Действовать надо быстро. Посмотрим еще раз, как это делается в реальном темпе. Общие принципы тушения очагов загорания огнетушителями. Первое. Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны, чтобы ветер дул в спину. Второе. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага. Третье. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все одновременно. Четвертое. После окончания тушения проследить, чтобы очаг не вспыхнул снова. Нужно помнить, что огнетушители применяются для борьбы с загоранием, но не с пожаром. Противостоять развившемуся пожару с их помощью невозможно и опасно для жизни. Теперь несколько слов о других первичных средствах пожаротушения. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения и загорания различных веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном шкафу, оборудуется стволом и рукавом, соединенными с краном. При введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. Один человек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения. При пуске воды надо быть готовым к сильной отдаче. Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе проливов горючих жидкостей, керосин, бензин, масла, смолы и другие. Песок размещается в специальных ящиках емкостью до 3 кубометров. Азвестовое полотно «Кошма» предназначено для изоляции очага горения от доступа воздуха. Очаг пожара накрывается полотном, после чего из-за прекращения поступления кислорода горение прекращается. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях и на территориях оборудуются пожарные щиты. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.